Добрый день. Спасибо большое за возможность принять участие в такой интересной сессии. Она, пожалуй, интересна не только тем, что мезотелиома очень гетерогенное, разнообразное заболевание с точки зрения морфологии, но и тем, что она не такая частая, поэтому наше знание не так обширно, как по другим более частым патологическим процессам. Перейдем к сути вопроса. И начать хотелось бы, конечно, с классификации. Современная классификация представлена вот таким вот образом. Грубо мезотелиома можно поделить на злокачественную и условно-доброкачественную, потому что, вы видите, она имеет ICD-O-код дробь 1, это значит, что это опухоль с местно-агрессивным течением, имеет низкий потенциал к метастазированию, но, тем не менее, может вызывать деструкцию локальную. Это высокодифференцированная папиллярная мезотелиома. Она чаще несколько встречается в брюшной полости, чем в плевральной. Как правило, это солитарное образование размером около 2 см. Они крайне редко бывают множественными. Это, конечно, всегда повод задуматься относительно того, насколько это высокодифференцированное и доброкачественное условно-образование. Что касается злокачественной мезотелиомы, то она, опять же, дихотомически делится на два типа. Это диффузная мезотелиома и локализованная, которые отличаются, соответственно, клиническими проявлениями, клиническим представлением и распространенностью в пределах сирозной оболочки. И та и другая форма презентации могут быть гистологически как эпителиоидная, саркоматоидная либо бифазная. Они морфологически друг от друга неотличимы. То есть поставить диффузную либо локализованную форму мезотелиома морфолог на основании, скажем, биопсийного материала без относительно клинических данных не может. И здесь, конечно, безусловно, важна работа в команде. Конечно, нужно сказать несколько слов относительно этиологии этого заболевания. И когда слышишь мезотелиома, невольно сразу вспоминаешь о том, что она ассоциирована с асбестом и с асбестозом. То есть это такой фактор внешней среды, который влияет на развитие этого заболевания. Но если немножечко углубиться, то есть различия во встречаемости асбестоз-ассоциированной мезотелиомы как по полу, так по возрасту, так и по локализации. То есть большинство асбестоз-ассоциированных, на наш взгляд, образований – это мезотелиомы плевральной полости, которые развиваются у мужчин, как правило, более старшего возраста, потому что считается, что латентный период, который проходит после экспозиции, то есть от экспозиции асбеста до развития злокачественной опухоли, составляет не менее 15 лет, а в среднем это занимает 30-40 лет. И невольно возникает вопрос, какого же механизма развития мезотелиом, не связанных с асбестом, это в первую очередь мезотелиомы у женщин, мезотелиомы в брюшной полости, либо в других сирозных полостях, которые встречаются реже в перикарде, в яичке. И каковы остальные причины? Если посмотреть глубже, то помимо асбеста на сегодняшний день известны ряд других минеральных волокон, которые могут вызывать мезотелиомы, как в экспериментах на животных, так и в эпидемиологических исследованиях. Как правило, это связано с определенным регионом. И большинство из этих волокон имеет физические параметры, сходные с асбестом, с теми типами кристаллов, которые вызывают мезотелиомы при асбестозе. То есть это волокна, которые характеризуются биоперсистенцией и вызывают местный воспалительный ответ, либо могут напрямую повреждать ДНК, и таким образом запускают процесс канцерогенеза. Безусловно, это облучение. И, как правило, это облучение по поводу образования детского возраста. Это и лимфомы, и эмбриональные опухоли по типу опухоли Вильмса, почки у детей, которые приводят в отдаленном периоде к развитию мезотелиомы. Так у нас в нашей практике был случай, когда девочки 8 лет облучили все тело, и у нее к 19 годам развился популярный рак щитовидной железы и мезотелиома брюшины. То есть этот механизм развития доказан, он, в общем, логичен. И известно, что если серозная оболочка попадает в зону облучения, то риск развития мезотелиомы гораздо выше, чем если нет прямого воздействия. Кроме того, есть данные о том, что облучение у лиц, которые имеют профессиональную связь с ионизирующим излучением, также может развиваться. Есть риск развития мезотелиомы. Что касается хронического воспаления как такового, то есть, безусловно, отдельные случаи, которые говорят о том, что мезотелиома или плевра или брюшины может развиваться на фоне хронической МПМы, на фоне плевродеза по поводу туберкулеза, их хронического перитонита и так далее. Но на сегодняшний день, в общем, очевидно, механизм не ясен. И очень тяжело в этих исследованиях проследить наличие либо отсутствие связи с, опять же, экспозицией различных минеральных волокон. Говорят, кроме того, о том, что есть вирусная этиология мезотелиомы и связывают это с симеон вирусом 40. Это вирус макак, из которых одно время получали вакцину против полиомелита. И таким образом, несколько сотен тысяч людей были теоретически им инфицированы. Но на сегодняшний день данные есть только о том, что этот вирус вызывает мезотелиому в экспериментах на животных. Доказательств в эпидемиологических исследованиях на людях нет. Очень интересная история. Это БАП-1 ассоциированный опухоль. Об этом хочется сказать несколько подробнее, потому что это такой поверхностный молекулярный механизм, который приводит к развитию образования. И БАП-1 это BRCA, Associated Protein. То есть это один из белков, через которые реализуется функция BRCA. В первую очередь это репарация ДНК. Но помимо всего прочего, этот белок имеет также функцию регуляции, модификации хроматина и регуляции экспрессии ряда генов. То есть он функционирует как транскрипционный фактор. Он может влиять на повышение либо снижение активности ряда генов. И таким образом функционирует в том числе и как прото- или антионкогены. Как правило, развитие опухоли связано с потерей функции этого белка. И на сегодняшний день известно, что имеется четкая связь между развитием мувиальной меланомы и инактивации БАП-1, а также и ряда меланцитарных образований кожи. У пациентов же с герминативной мутацией в этом гене, помимо образования глаза, кожи, возможности развития мезотелиомы, также могут развиваться другие злокачественные опухоли, такие как почноклеточный рак или холангиокарцинома. То есть это действительно ключевой белок, который может быть задействован в патогенезе мезотелиомы. Но на сегодняшний день, опять же, данные говорят о том, что частота герминативных мутаций и наследственных синдромов, в которых развивается мезотелиома при отсутствии, опять же, экспозиции асбеста либо других минеральных волокон, по данным литературы, от менее 5 до менее 1%. То есть этот механизм работает, но в плане наследственного частота очень небольшая. Однако есть данные о том, что соматическая мутация в этом гене в мезотелиомах спорадическая бывает гораздо чаще. Мы немножко попозже об этом поговорим. И несмотря на то, что у нас вот такой большой лист потенциальных причин развития мезотелиомы, все еще лидирующей причиной остается асбест или экспозиция минеральных волокон, и второй по частоте причиной является спонтанная или идиопатическая мезотелиома, когда мы не знаем однозначно, что является триггером развития этой опухоли. Но при этом мы знаем, какой молекулярный профиль этой болезни. И для мезотелиомы характерно наличие определенного ряда хромосомных повреждений и довольно крупных хромосомных перестроек с потерей, как правило, довольно больших участков хромосом или целых плеч хромосом. Гораздо реже возникает увеличение количества копий этих участков. И исследования показывают, что асбест-ассоциированные мезотелиомы имеют профиль повреждения генома и хромосомные перестройки, отличные от мезотелиом, которые развиваются при наличии других каких-то причин. Но, тем не менее, вне зависимости от того, какой триггер был, очень часто в мезотелиомах обнаруживается потеря функции белка NF2. Это нейрофибромин. Он является одним из регуляторов функции цитоскелета клетки. И потеря этого белка приводит к активации так называемого канонического онкогенного пути МТОР и, помимо прочего, еще и пути ГИПа. Это приводит к пролиферации, к выживанию опухолевых клеток, к приобретению миинвазивных свойств, то есть определяет их злокачественный характер. Кроме того, очень часто в мезотелиомах встречается делеция короткого плеча 9-й хромосомы, на котором располагаются так называемые циклинзависимые регуляторы клеточного цикла. Это CDKN2A и CDKN2B, которые кодируют белки P16 и P15. Они регулируют вход клетки в синтетическую фазу и в последующем подготовке к метозу. Кроме того, на этом участке хромосом располагается ген CDKN2A белка P14, который при потере своей функции приводит к дестабилизации белка P53, который тоже всем широко известен, и известны его анкогенные и антионкогенные функции. И таким образом при мезотелиомах мы имеем функциональную потерю P53 при отсутствии, как правило, мутации в гене этого белка. И опять же клетки приобретают свойства к неконтролируемому делению и агрессивному поведению. Что касается потери БАП-1, как мы видим, менее 5% это герминативные потери функции этого белка путем различных перестроек в этом гене и потери участка хромосомы, которые его кодируют, и точечных мутаций, и дилеций. Но при этом до 60% соматических мутаций в мезотелиомах при различных гистотипах встречаются, чаще при эпителиоидном. И на сегодняшний день есть данные о том, что наличие мутаций в гене БАП-1 является фактором более благоприятного прогноза, хотя есть ряд вопросов к этим исследованиям, потому что, возможно, это связано с более тщательным наблюдением таких пациентов. Но, тем не менее, имеет смысл, конечно, этот белок тестировать для того, чтобы накапливать в дальнейшем данные и анализировать связь с течением и прогнозом. Кроме того, может быть потеря ЛТС-1 или 2 белка, которые также активируют белок гиппо. Аналогия с МТОР также приводит к активизации пролиферации и прогрессии. Что касается морфологии. Тут, конечно, можно говорить очень долго. Если честно, я немножко опасалась погрузиться в морфологию, чтобы это было интересно и понятно. Мы знаем, что есть три типа. Эпителиоидная мезотелиома характеризуется тем, что она состоит действительно из крупных эпителиоидных клеток, которые напоминают эпителиальные клетки. И тем самым первым потенциальным состоянием, с которым необходимо дифференцировать мезотелиому, является карцинома. Если мы говорим о плевре, то, конечно, это в первую очередь рак лёгкого при отсутствии информации о том, что у пациента процесс диссеминированный, потому что это могут быть метастазы других карцином в плевру, и тогда дифференциально-диагностический ряд существенно расширяется. Но на самом деле проблема диагностическая не совсем в этом, потому что мезотелиома, в отличие от многих карцином, характеризуется очень монотонным, спокойным клеточным составом, без выраженного полиморфизма, без выраженной вариабельности. И, как правило, она имеет низкую методическую активность. Эти характеристики в условиях дифф-диагноза с карциномами, во-первых, заставляют думать о том, что это всё-таки мезотелиома, и искать дополнительные методы разрешения этого вопроса. Но другая проблема диагностическая – это плеврит. И дифференцировать мезотелиому с плевритами, особенно на малых биоптатах, крайне затруднительно, в силу, опять, того же, что реактивные процессы могут быть и полиморфные, атипичные в определённой степени, и могут иметь пролиферативную активность реактивную. Здесь есть ряд приёмов, которые морфолог может использовать, чисто морфологических, потому что, на самом деле, на самом деле, конечно, в этом дифференциально-диагностическом ряду очень большая работа требуется от коммуникации между специалистами и лучевой диагностикой, и клиницистами, потому что, если у нас есть анамнез, что это у пациента, не знаю, булёзная болезнь лёгких, у него рецидивирующие пневмотораксы с небольшими реактивными плевритами, эти ситуации повторяются, тогда мы можем искать прицельно те признаки, которые позволят нам разграничить злокачественный и доброкачественный процесс, потому что они не столько цитологические, сколько архитектурные. Для реактивных процессов характерна определённая слоистость, потому что, если это повторяющиеся эпизоды, происходит раздражение мезотелиального слоя, он пролиферирует, происходит его гиперплазия, выпад, как правило, содержит определённое количество белка, этот белок выпадает на поверхности плевры, в последующем он организуется, эпизодизируется, то есть сверху покрывается мезотелием, и мы можем видеть такие слоистые структуры из фиброзных и мезотелиальных элементов, которые могут также иметь и солидные, и тумбулярные, и криброзные различные структуры. И вот эта ориентация наличия воспалительного инфильтрата, наличие анамнеза может помочь при адекватной ориентации фрагмента. Абсолютным признаком мезотелиома является наличие инвазивного роста. Инвазивного роста, как правило, уже в субплевральный жир, если мы говорим о плевре. То есть если мы видим, что элементы мезотелиальные, даже довольно доброкачественно выглядящие гистологически, проникают уже в жировую ткань, то тогда мы должны склониться в пользу того, что это злокачественный процесс. И если это относительно молодой человек, то имеет смысл, конечно, его тестировать, в том числе на БАП-1. Что касается саркоматоидной мезотелиомы, это, в общем, гораздо более редкий случай, чем эпителиоидная мезотелиома, которая является самым частым морфологическим вариантом. И здесь возникает другой ряд проблем диагностических, потому что, в первую очередь, мы должны дифференцировать саркоматоидную мезотелиому с мезонхимальными опухолями. Если речь идет о плевре, то здесь все достаточно легко. Самая частая мезонхимальная опухоль плевры – это солитарная фиброзная опухоль. И отличить их при помощи иммуногистохимии довольно просто друг от друга. Но если мы, опять же, имеем контекст метастатического пациента с объемным образованием, неизвестно, где оно имеет свой эпицентр, то здесь спектр дифференциальной диагностики с огромным количеством сарком, конечно, существенно возрастает. И то же самое касается брюшной полости. В брюшной полости вариантов мезонхимальных опухолей гораздо больше. И здесь, опять же, требуется совместная работа и клинициста, и рентгенолога, и морфолога. Но, тем не менее, саркоматоидная мезотелиома также может симулировать реактивные процессы. И реактивные процессы могут быть подозрительны в отношении саркоматоидной мезотелиомы, хотя этот диагноз гораздо более сложный, потому что реактивные стромальные изменения могут быть вполне сопоставимы с малоклеточными саркоматоидными или тем более десмопластическими мезотелиомами, в которых имеется очень выраженное вот это розовое межклеточное вещество фиброзное. И тут также для того, чтобы заподозрить просто этот диагноз и предпринять определенные шаги для постановки диагноза, необходима клиническая информация. Что касается бифазной мезотелиомы, то это квинтэссенция многих патологических процессов, которые из себя представляют определенный континуум. То есть если мы возьмем мезотелиому злокачественную, то у нас на одной грани спектра эпителиоидная мезотелиома, на другой грани спектра у нас десмопластическая саркоматоидная мезотелиома, и между ними есть целый путь, огромный. То есть бифазная мезотелиома представляет из себя сочетание обоих компонентов, причем их морфологические проявления и степень их выраженности каждого из компонентов может быть очень различной. Мы этот диагноз имеем право поставить, если один из компонентов составляет более 10%. Оценить долю компонентов в пределах биопсийного материала не всегда бывает возможно, поэтому это, конечно, в большей степени легитимный диагноз в отношении материала резекции. Но, тем не менее, вы видите, от 10 до 90 очень большой путь может пройти опухоль, и представление ее морфологическое может быть очень разнообразное. Что касается дополнительных методов исследования, то, конечно, иммуногистохимия в большинстве случаев здорово нам помогает, если у нас уже на этапе морфологического анализа и анализа всей клинической и доступной информации заподозрена мезотелиома. Но если вы посмотрите, вот первая часть таблицы – это мезотелиальные маркеры. Подход на сегодняшний день такой, он в большей степени разработан для эпителиоидных мезотелиом, то есть для уверенности в диагнозе мы должны иметь два позитивных мезотелиальных маркера иммуногистохимических и два негативных эпителиальных маркера, потому что нет ни одного золотого, блестящего, подагномоничного маркера, который мог бы нам ответить на вопрос, что это. Поэтому приходится использовать сочетание маркеров в каждой диагностической ситуации. Таким образом, хотелось бы подытожить тем, что мезотелиома – это такая многогранная пирамида, которая требует дифференциального диагноза как с реактивными процессами неопухолевыми, так и с различными эпителиальными опухолями в ряде случаев с саркомами, спектр которых также очень широк. И морфолог в этом море различных патологических процессов с учетом ограниченности, чувствительности и специфичности тех маркеров, которые на сегодняшний день есть в нашем арсенале, без помощи клиницистов и представителей служб лучевой диагностики, конечно, может утонуть. Поэтому это прекрасный пример того, как можно эффективно работать в команде и для того, чтобы достичь диагноза для пациентов с такими сложными, но интересными образованиями. Спасибо.